Где находится Ненецкий автономный округ? Какова Строганина и Оленина на вкус? И что такое чумы малятся? Москвичей познакомили с туристическим и культурным потенциалом Заполярье. На площадке дизайн завода «Флакон» прошли дни НАО. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Звуки бубна в стенах московского дизайн завода «Флакон» звучат впервые и будто зазывают. Всех, кто находится в арт-пространстве, познакомится с культурой ненцев. Хадри Акатета и его театр готовятся к приветствию долгожданных гостей в программе «Национальный танец северных кочевников». Мы знакомимся, танцуем и звуками бубна мы соединяем свои сердца. Дальше люди показывают на празднике свое мастерство, что они умеют делать. То есть не только девушки выделывают шкуры, шьют изделия, но и парни показывают ловкость обращения с арканом. Арканом, тензеем, который используется для ловли оленей. Духом ненецкой культуры здесь пропитано буквально все. Красивые пейзажи арктической тундры на фото-выставке, рядом со сценой экспозиционный чум и национальная одежда кочевников. Здесь же Ксения Евтысая проводит мастер-класс по изготовлению из сукна и клювов птицы ненецкой куколки Ука. Птицы прилетают к нам, осенью улетают. Ненцы считали, что они прилетают с хорошими помыслами к нам, да? А улетают они туда вверх, к нуму. То, что они видели, в общем, и слышали на земле, ну вот, и как бы являются непосредниками между людьми и нумом. Ну, это было одно. Ну, вот, но скажу просто вот практически, что вот эти Ука, Ука, это вот обычно, вот сейчас вот, да, были женщины с детьми, были еще. Я вот им рассказывала, говорю, вот девочки, понимаете, говорю, у нас в тундре в магазинах не было. Игрушек не продавали у нас, но такие игрушки делали мы сами. Для гостей подготовили и гастрономические деликатесы от производителей из Ненецкого округа. На столе для дегустации пастила из морожки и клюквы, северный мармелад, иван-чай и вяленая оленина. Очень вкусно, такой специфический вкус. Сначала непонятно, а потом, когда распробуешь, уже так понимаешь. Когда все гости в сборе, а пришли сюда не одна сотня москвичей и жителей других регионов, на площадке начинается настоящее погружение в атмосферу Ненецкого округа. Собравшимся рассказывают и показывают, чем же заполярная глубинка со столицей в Нарьинмаре так отличается от остальных северов. Все, кто к нам приезжает, они говорят, что действительно, что нас отличает от Мурманска или от Ямала, это прям ощущение Арктики. То есть люди приехали два часа на самолете, несколько часов в треколе после этого, и ты уже на полярной станции, ты уже у берегов моря и получаешь максимальные эмоции и тот опыт, за которым ты ехал, и даже больше. Эмоции. Именно за ними в Арктику ежегодно отправляются сотни путешественников. Пандемия, что говорится, сыграла на руку туристическим фирмам Заполярья. Пока закрыты границы с другими странами, на севере рады гостям. О повышенном внимании к тундре и арктическому побережью говорят и цифры. Только за начало 2021 года турпоток в Ненецкий округ вырос на 10%. Ни для кого не секрет, что крайний север, Арктика, становится все интереснее и интереснее нашим россиянам. И особенно показав специфические возможности нашего округа, части климата, кастрономии, культуры. Мы вот этим как раз хотим показать, как мы интересны, и всех пригласить, конечно, к нам вовремя. На сцене одна за другой идут интерактивные презентации. История Пустозерска, животный и растительный мир, рассказы о рыбалке и охоте. Один из инициаторов проведения Дней НАУ в Москве Юрий Телюбаев рассказывает потенциальным туристам об отдыхе в Ненецком округе во всех его проявлениях, начиная от экстрима и заканчивая семейными путешествиями. У нас сейчас разработано 9 различных туров, которые будут рассчитаны на разных клиентов. Они будут немножко разный формат иметь, но среди них будут туры и в Каменный город, и сплавы по Тундровым рекам, и туры на Тон-Вашор, туры просто коленеводам. То есть все то, что представляет интерес для потенциальных наших туристов. Одной из фишек Дней НАУ стал показ стилизованной детской одежды. К вниманию гостей представили спортивные костюмы, платья, тренчкоты и жакеты с элементами ненецкого орнамента и изображением северных животных. У нас показ также, это уже ежегодная традиция. В 2019 году впервые на неделе моды в Москве были представлены коллекции ненецких дизайнеров. Это Суковаровой Ольги Лилии Тайбарей. И в 2020 году также была разработана коллекция для Ольги Кокориной. Это уже детская коллекция. Ещё одним сюрпризом для гостей стало гастрономическое шоу по нарезке мороженой сёмги. Строганины угощали до самого вечера. Северные деликатесы стали весьма приятным дополнением к основной программе, ведь миссия мероприятия – завлечь туристов в Заполярье и показать, насколько разносторонний и интересный регион расположен всего в двух часах лёта от столицы. Здесь речь идёт не только о продуктах питания, или о какой-то одежде, или о каких-то других изделиях, но речь идёт и о культурных продуктах, речь идёт о туристических продуктах. Конечно, в нашем округе есть что показать, и, конечно, наша сегодняшняя основная задача – привлечь туристов в Минский автономный округ. И я думаю, что вот это мероприятие достигло этой цели, потому что здесь на самом деле сегодня очень много людей, очень много заинтересованных, интересных людей. Всё, что продвигает и рекламирует Нинецкий автономный округ, звучит в Москве, в других городах – это всё на пользу нашим жителям, на пользу продвижения Нинецкого автономного округа, производителей, прежде всего, тур продуктов. К слову о гостях. По первым подсчётам Днинау посетили около 300 человек. Причём это как москвичи, так и те, кто сегодня скучает по своей малой родине. Я из Наринмара, я уехал очень давно. Появляться там, ну, не так часто там появляемся, а тут округ сам заглянул к нам в гости. Мы просто договорились с одноклассниками и встретились здесь. Очень интересовало, очень понравилось. Сделано всё просто. Ну, мы первый раз на мероприятиях такого плана. И вот в качестве презентации региона, мне кажется, это всё сделано прекрасно. Действительно, с экономической точки зрения и история. То есть, мы этого ничего не знаем. Вот я жила, родилась в Москве давным-давно, да, я ничего этого не знаю. То есть, для меня это, конечно, совершенно другой мир. Мне всё это узнать было очень интересно. И здорово, и приятно увидеть, что люди думают о развитии региона, о привлечении туристов. Дни НАУ в Москве проводились уже во второй раз. Их организаторами выступили Центр развития бизнеса и Центр арктического туризма при поддержке Департамента финансов и экономики Ненецкого округа. Партнерами мероприятия стали компании Profit Travel, Красный город, Музейное объединение Ненецкого округа, Russia Discovery, проектный офис развития Арктики Пара и авиакомпания Rusline. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север.